Сегодня, наконец-то, мы узнаем с вами, как же дела у нашей участницы Юлианы, когда же откроется ресторан. Тут сразу бизнес, тут уже все, бизнес поехал. У нас бюджет на самом деле маленький для такой площади. Экономить нельзя, но нужно торговаться и проверять. Не называйте эти вещи бизнесом. Это первая ступень, и уже она ошибочная. Это наша будет такая фишечка. Уже не портите заведение. А как это сделать так, чтобы всем было хорошо, и гостям, и нам? Когда к нам зайдете в помещение, оно будет все играть. Я злой клиент, я всегда об этом говорю. Мечты все-таки должны как-то реализовываться. Открываем бизнес, чтобы ходить теперь каждое утро на работу. Всем привет, друзья! Ну что у нас новый выпуск. И сегодня, наконец-то, мы узнаем с вами, как же дела у нашей участницы Юлианы, у Андрея и Оксаны, которые решились открыть ресторан. Пришло время открыть все карты. Узнать все-таки, как проходят дела с Викторией, не поругались ли они, не было ли у них много разногласий, и вообще, когда же откроется ресторан. Так что, прямо сейчас все с вами и узнаем. Тарапапааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Вы знаете, что выпуск с вами, девочки, просто настоящий фурор произвел. Во-первых, поступило миллион жалоб, почему презентацию Вики показали. Я сказала, ребят, все просто, операторы все сохранили, платный, контент платный. Говорят, сейчас на ютюбе новый тренд, значит, платный контент. Поэтому я говорю, приезжаем, платим деньги и все внимательно слушаем, потому что всем было очень интересно. Вторая, конечно, была интрига, все-таки будут ли работать с Викой или не будут работать с Викой. Сколько времени прошло с тех пор, как мы расстались? Полтора месяца, наверное. Ну, не полтора, но... Больше, но больше месяца. Мне кажется, больше, да. У меня вообще такое ощущение, что уже пришла целая вечность. Вернемся вот в тот момент, когда, значит, вы тут на Вику посмотрели, вышли с Андреем, пришли к Оксане, Оксана ничего не слышала. Это всегда очень такая интимная вещь. Я не знаю, как все происходило у вас, но обычно, когда один из партнеров не слышал, на него не произвело впечатление, это он, ну, под другим. Вот вы ему приходите, начинаете что-то говорить, у него могут быть разные реакции. Как это происходило у вас? Потому что мы говорили о платной интеграции человека, которому будут платиться деньги. Это не просто так, да? Нам дали Вику или Машу или Катю. И это достаточно серьезное решение. Мало того, не просто платная интеграция, а человек, который еще будет рассказывать в дальнейшем, что надо делать, то есть как бы главный. Что было? Как вы это обсуждали? Каким решением вы получили? Во-первых, мы все запомнили, как бы, и все это еще повторяли в машине. И мы взяли ваши большие вот эти листики, с которыми мы, в принципе, к Оксане приехали, и все провели на месте. То есть мы весь тренинг рассказали. А, то есть с липчатков эти листы взяли? Да, конечно, конечно, мы их сохранили для истории. И стало все понятно, что, да, Вика хороший специалист, Вику надо нанять единогласно, абсолютно даже спором не было, в принципе. То есть вы, Оксане, продали Вику? Ну, как бы, наверное, в долю. Через какое время вы встретились с Викой с окончательным «да»? Потому что наверняка это произошло не на следующий день. Это была сразу встреча у нас одна, и следующая уже все, мы подписывали договор, в принципе. То есть это быстро прошло? Это понятно было, что с Викой мы сэкономим время, купим опыт, скажем так, и с Викой нам будет гораздо проще и интереснее, и это будет дополнительное наше обучение. Почему нет? Так, ожидание и реальность. Вы начали работать, уже вы вместе там больше месяца работаете. Сколько раз вы пожалели о том, что вы купили Вику? Я хочу сказать, что удивительно, но ни разу, ни разу, даже наоборот, это с Викой было нормально, как бы. С Викой мы ни разу не пожалели. Скажу вам большее. Мы с Викой прошли, наверное, вообще тот путь, который люди, открыв ресторан, проходят вот за год, скорее всего. Мы прошли его за полтора месяца. Ну, все понятно, все предельно. А для тебя было таких моментов, когда ты подумала, блин, как хорошо, что есть Вика, я бы сделала по-другому, ой, как хорошо. Было такое? Да, были такие моменты. Да, на самом деле, в принципе, мы всегда об этом думаем, всегда об этом думаем. Мы думаем, например, ну, как бы, насчет чего-то, одна у нас идея. Вика нам ее даже, если проговаривает, то мы думаем, как хорошо, точно, значит, все-таки у нас правильные мысли, все-таки, как бы, мы всегда думаем, что мы не зря встретились тут, спасибо вам большое. И работаем, и у нас получается, у нас нету споров так, в принципе, мы прислушиваемся. Мы понимаем, что опыт и какая-то наработка, это дорогого стоит, и все. Как тебе, Виктория, расскажи, твои клиенты? Можно вывести Юлиану, да? Нет, на самом деле, я не работаю с людьми, которые мне не импонируют. У меня деньги и цель всегда идет после моей миссии, то есть у меня всегда миссия, а миссия приносит мне деньги. Вот, поэтому, если, например, я на первой, второй встрече чувствую, что заказчик не мой, я ни за какие деньги с ним работать не буду, потому что у нас обычно проекты длятся долго, и там самый быстрый проект был 4 месяца, самый долгий – это полтора года. Но, представьте, полтора года жить с людьми, которые тебя бесят. Насколько они послушные клиенты? Скажем так, когда они, я вижу, не принимают то, что предлагаю я, я действую немножко обходным способом, и Юлиана потом сама к этому приходит. То есть я ей даю возможность еще раз подумать самостоятельно и принять самостоятельное решение, потому что у каждого свое видение и понимание. Да, мы иногда там с Юлианой говорим, ой, какая картинка красивая, я говорю, о боже, какая ужасная картинка. Но я понимаю, что ее право считать эту картинку красивой, мое право считать некрасивой, и я подхожу к этому уже с холодным расчетом, что это принесет этому проекту. Если эта картинка никаким образом не влияет на конечный финансовый результат, мать его так, пусть делает эти картинки. Если эта картинка каким-то образом повлияет на конечный результат, я бодаюсь. Если меня начинают принимать в штыки, я просто ухожу окольными путями и стараюсь сделать так, чтобы люди сами осознали это. Как много и часто ты общаешься с Андреем, с Оксаной? С Оксаной практически каждая встреча у нас всегда. Андрей, мы договорились с ним, что я к нему буду обращаться только тогда, когда будет тяжело с девочками, потому что Андрей достаточно взрослый и рассудительный мужчина, и мы с ним, вот сколько у нас было? Две встречи, да, наверное, с Андреем? Две встречи. Правда, я сама готова была ему за консультации платить, потому что он очень грамотный мужчина, очень грамотный. Это очень классно, что у вас в бизнесе есть такой человек. Да, я почему задала этот вопрос, потому что если вдруг кто-то не видел предыдущих выпусков, да, мы все-таки показываем, то у нас есть Юлиана, как сейчас твоя должность, роль звучит в этом проекте? Управляющий партнер. Управляющий партнер, да, и у нас есть два инвестора. Один, ну как бы да. Ну, скажем так, семейная пара, да. Семейная пара, ну просто момент... Просто Оксана с нами работает. Момент тех людей, которые все-таки платят деньги, да, то есть это всегда очень важно. Поэтому я сейчас вот как раз у Вики спрашиваю, насколько активно принимает сторона, которая непосредственно финансирует этот проект. Оксана будет непосредственно финансовым директором проекта, то есть она будет работать на работе, ходить каждое утро в ресторан, она будет финансовым директором проекта. Обожаю вот этот наш бизнес, наших инвесторов, которые мы открываем бизнес, чтобы ходить теперь каждое утро на работу. Ну, на самом деле, как бы управлять... Оксана, она достаточно хорошо разбирается в бухгалтерии, и мы, как бы пообщавшись со всеми участниками этого проекта, ну, мы нашли сильные и слабые стороны каждого, и просто распределили функционал. И у нас, получается, каждая зона управляющих таких вот звен, она закрыта. Нам не нужно привлекать дополнительно сотрудников каких-либо с высокой заработной платой. Отлично. И получается, что как бы все свои, да? Все свои. То есть это такой семейный подряд, который каждый будет закрывать такую важную зону, и итогово у них и зарплатный фонд будет сэкономлен, потому что они работают сами на себя, и в их интересах делать так, чтобы проект был приобретен. А себе зарплату забирать не обязательно. Мы закладывали. Так сказал мне Сергей. Хорошо, давай расскажи, пожалуйста, что вообще произошло за эти полтора месяца? Что происходит? Потому что люди, которые смотрят от выпуска к выпуску, им кажется, уже ресторан должен работать. Мы в прошлом выпуске-то уже все встретились. А в этой серии нашего сериала уже должны быть десятилетние дети. Что у нас произошло и происходит сейчас? Ну, мы целый месяц рожали концепцию. Ну, грубо говоря, мы ее, наверное, родили быстрее, но у нас были моменты, когда она проходила определенные такие периоды и адаптировалась. То есть и сейчас тоже есть моменты, которые, возможно, там еще 2-3 недели, пока мы получим сейчас все коммерческие предложения, мы получим сейчас все планировочные решения, ну и так далее. То есть у нас сейчас идет такой процесс сбора информации. И мы будем понимать, попадаем ли мы в те бюджеты, которые себе запланировали. Если мы не попадаем в эти бюджеты, то мы вынуждены будем немножко поменять финансовую нашу структуру и, возможно, где-то видоизменить немного концепцию. То есть у нас сейчас идет вот, у нас есть гипотеза как бы бизнес-план проекта, и сейчас мы ждем подтверждения от всех наших подрядчиков бюджета инвестиций. И посмотрим, насколько у нас, как бы наши желания совпадают с нашими возможностями. Потому что хотим мы круто, а денег у нас немного для того, чтобы сделать круто. Мы начинали с того, что мы хотим все в одном проекте, потому что практически все предприниматели в ресторанном бизнесе почему-то, ну, наверное, не только в ресторан, наверное, в каждом бизнесе, почему-то всегда мыслят тем, что, а вдруг там так, надо мастер-классы детские, и надо еще чем-то в выходные занимать, надо еще чем-то в вечера занимать. Ну, я, например, сторонник такого подхода, когда не надо ничего придумывать. Мы сделаем так вкусно, что у нас будет биток, и нам не надо будет вообще придумывать никаких мастер-классов, у нас просто люди все время будут кушать. Ну что, друзья, пришло время для образовательного блока, где мы, собственно, будем более детально рассматривать то, что происходит с нашими участниками. Вы, Сергей, в закрытой позе почему-то. Да, я тоже думаю, напишут, наверное, он как-то это, закрылся. Закрылся, откройся, стим-стим. Просто холодно. Просто холодно. Давай, наверное, с тобой все-таки разберем и более детально расскажем о том, каким образом людям действовать на примере Юлианы, да, потому что главное вообще, что происходит? Это то, что к нам пришли участники, которые уже инвестируют очень приличную сумму денег. В бизнес, в котором они ничего не понимают. Да, что немаловажно. Поэтому мы бы хотели сегодня рассмотреть те вещи, на которые вам необходимо обращать внимание, если это вы. Если вы решили куда-то инвестировать и вкладывать деньги, развивать свой бизнес, то мало что в этом понимаете. Итак, первое, с чего мы изначально с Сергеем начали, это, безусловно, команда. И заметьте, это не просто команда, как обычно, да, мы собираем каких-то людей, это уже команда очень профессиональная. Нам нужно было найти человека, который уже имеет именно опыт в открытии ресторанов. И не просто опыт, что он это когда-то делал один раз, а уже это такой массовый, скажем так, опыт, где он изначально понимает, на что стоит обращать внимание для того, чтобы ресторан пришел к тем знаменателям, которые нам нужны. Но мы нашли даже, скажем так, не команду, а ключевого человека, который смог собрать всю остальную команду, потому что Виктория Реникова, она не просто специалист какой-то, она знает рынок ресторана, она знает всех лучших специалистов, знает всех поставщиков и так далее, знает технологии. Поэтому это тот человек, который не просто взялся как бы вести проект, но и подбирать всю остальную команду, потому что если вы не в рынке, если вы не в бизнесе, не знаете, то очень вероятно тоже, ну, большая ошибка, то большая вероятность ошибиться и просто подобрать неправильную команду, вот и все. Вот здесь очень многие могут сказать, ну, а зачем вообще тогда к вам пришли, да, зачем, ну, вот взяли человека, и он все сделает. Но если бы все так было просто, то Вика была бы просто завалена работой, открывала бы сплошные успешные рестораны, и, ну, может быть, очень быстро бы перестала этим заниматься и разбогатела. Бизнес – это, ну, он как бы не имеет очень четкого алгоритма, и вы должны это понимать. Нету конкретного какого-то вот плана действия, что ты точно это сделаешь, и будет такой результат. То есть бизнес – это такая многоликая, да, вещь, и необходимо подходить к этому с разных сторон. Поэтому одним из очень важных и классных пунктов является, когда вы что-то открываете, это возможность пообщаться уже с теми людьми, которые сегодня сами являются владельцами подобного бизнеса, которые непосредственно получили опыт и которые, главное, смогли сделать этот бизнес успешным. Как понять, что он успешным? Ну, во-первых, увидеть, что владелец там подживает, это будет похоже на правду. Не верьте тем владельцам, которые сказали, что мы открыли и никогда там больше не бываем. Автоматизировали, да, сейчас нынче модно учить, как автоматизировать бизнес и никогда в нем не присутствовать. И второй момент – это то, когда мы видим, что владелец продолжает открывать новые рестораны, думает об этом или уже в процессе, это тоже показатель того, что человек как бы уже понимает. Потому что когда у тебя это получается, я Сергею недавно предложила, давай еще будем находить людей и запускать другие YouTube-каналы, то есть когда ты уже ловишь какую-то волну, ты уже понимаешь, как это происходит, и тебе, в принципе, интересно в этом развиваться. Поэтому мы решили познакомить Юлиану как раз с нашими зрителями, которые как раз имеют такой опыт, и вы скоро это увидите в спецвыпуске, обязательно посмотрите. И, соответственно, вы сами, если у вас есть возможность, всячески стремитесь познакомиться как бы с одной стороны вроде как с конкурентами, но ищите тех людей, которые готовы делиться с вами своим опытом. Это очень классно, и эти люди могут рассказать вам из практики и дать вам такие наводки, которые, ну, вы не купите ни за какие деньги, ни у какого эксперта. Согласен? Точно. Вот. Я в свое время жалею все-таки, что я вот этих вещей не делала и предпочитала как бы все-таки больше конкурировать, где-то иногда мне не мешало бы послушать. Потихоньку мы, формируя финансовую гипотезу, отсеяли все лишнее, все неужное, то, что отвлекает, и пришли к тому, что у нас есть хорошее хом-кафе, которое называется Seven Stories, это Сема Stories. Сема Stories родилось случайно, просто на одном из наших брейнштормов. И Сема Stories, потому что у нас есть спальный район, и у нас нет конкурентов вообще. Мы там единственные, и как бы мы можем дать хорошее предложение и закрыть все боли целевой аудитории. Юлиана живет там, Юлиана состоит в группах и очень хорошо знает целевую аудиторию. В группировках. В группировках мамских. Юлиана вообще ценный кандидат, я вам хочу сказать, что мы экономим такие большие деньги на анализе аудитории, потому что она ее все знает, она с этой аудиторией с утра до вечера проводит время. Вот. И как бы мы понимаем, что монопродуктом там мы не выживем. Потому что мы могли бы выжить монопродуктом на рынке, когда рынок предоставляет большой вид услуг, и мы могли бы стать монопродуктом. Монопродуктом не выживет, потому что люди, которые там находятся, мамочки, например, у нас есть там, сейчас мы уже определили для себя 7 групп целевой аудитории, и мы понимаем, что эти группы целевой аудитории имеют разную модель поведения, каждый день, еще и каждую неделю разные. И мы можем удовлетворить эту модель поведения. И в итоге у нас есть 7 историй, которые 7 историй удовлетворят каждую модель поведения всех групп нашей целевой аудитории. Вот. Но мы это гармонично скомбинируем, это не будет каким-то там трешаком, когда, знаете, из танца суши медведей и кальяны. Это будет очень аккуратно, зашито просто в правильную, красивую атмосферу. Проблема нашего бизнеса в Украине – это то, что у нас весь бизнес строится для нас, любимых предпринимателей, не для гостей, не для потребителя. И если мы думаем о себе, мы бы делали монопродукт, мы бы делали итальянскую тартарию красивую, там, с красивыми скотерочками и вкусной пиццей дровяной печи. Да, а так как мы думаем о госте, который у нас там живет, то мы как бы для них создаем определенный формат. Вот, поэтому мы пошли по такому пути, и у нас вот есть маленькая уже, как бы, наработки, позиционирование. Хом-кафе мы решили не уходить в семейное кафе, потому что family-кафе, семейное кафе – это немного может отпугнуть аудиторию, у которой нет семьи. А хом-кафе вроде как домашнее, дом есть у всех. То есть у всех и у каждого. Seven Stories – семь историй, потому что у нас есть семь продуктов. Наша миссия – создать локальное кафе с качественным продуктом и интересная история. Вкусно кормить гостей и стать частью их жизни. Потому что они там живут с утра до вечера, они находятся в этом районе, и мы должны стать вот их любимым местом на районе. То есть чтобы они утром пришел позавтракать, и в обед не захотел уходить, а остался и обедать, а потом еще и кто-то вернулся с работы. Знаете, как ребенок идет не домой, а сразу в кафе, потому что мама там уже заказала супчик с ревиольками. У нас очень хорошая легенда, потому что, как оказалось, пока мы брейнштормили про Seven Stories, у нас оказалось, что, ну вообще, семь цветов радуги, один раз отрежь, семь раз отмерь и так далее. Очень-очень много есть всяких вещей, которые связаны с цифрой семь. Потом есть про фазана, да, когда мы учим цвета радуги, да, это про фазана. А как оказалось, что у нас наш инвестор Андрей, он охотник, и однажды он таки поймал этого фазана, нашел, где сидит фазан. И, короче, у нас получилась очень веселая, интересная легенда, которую мы хотим тоже зашить и в атмосферу, и в интерьер, и это будет, ну такой, полной гармонии. У нас есть семь направлений продукта. Это европейская кухня, итальянская, немного Азии, немного Японии, но исключительно топовые продукты, да, если это японские роллы, это только Филадельфия, дракон, и там, этот, кто там, зеленый, зеленый дракон, короче, красный дракон. Если это Азия, то это волк, то есть у нас только волк будет из Азии. Выпечка и десерты, потому что у нас район закрытого формата, и у нас очень много будет мамочек каждое утро гулять с собаками, с колясками, почему бы им не покупать у нас свежий хлеб, свежий круассан, а почему им не взять у нас кофе с собой и так далее. Пухнуть и развиваться. С утра нет, главное вечером углеводы не употреблять, с утра можно есть со что угодно, да, тем более у нас, да, мы как бы это учитываем тренды и тенденции, и у нас будет бездрожжевой хлеб, безглютеновый хлеб и так далее. Не портите заведение, нет ничего вкуснее, вкуснейшего круассана. Ну миндальные будут. Разряжаемся на фудексе, потом идем, питаемся нормально в ресторане, потом еще недельку на фудексе, потом еще идем и питаемся месяц в ресторане. Не портите еду, безвкусной еды. Дальше у нас шестой наш сервис, это банкеты, потому что, учитывая, что у нас есть локация, в которой все жители этого района, у них есть день рождения, праздники, юбилеи. Сегодня Николаевич, почему бы сегодня вечером не пойти с семьей куда-то поужинать, да, вот они приходят к нам. И у нас для этого есть определенные зоны. Планирование всего нашего ресторана архитектор будет делать, учитывая пожелания, чтобы мы могли сдвинуть столики, и это была такая, не закрыто, не просто кабинет, вот отдельный банкетный зал, да, чтобы это была какая-то комфортная зона. Не терпится скорее, когда мы пойдем это все снимать. Я уже себе в голове все это представляю. Не, будет очень, очень прикольно. И консьерж-сервис, это мы называем доставку, и не только. У нас есть возможность построить небольшой второй этаж над входом, где мы сделаем маленькую детскую зону, и не просто детская комната, а это будет такой детский лаунж, такой удобный, где мамы могут оставить детей у нас и уйти. И это будет наша тоже доп.услуга. Спокойно родители, например, мамочка дома, ей надо постирать, сделать генеральную уборку, проветрить квартиру, она спустила к нам на 2 часа ребенка. Давайте будем лучше. Ей надо заняться сексом с папой, а то постирать, сделать генеральную уборку. Мама домработница, понимаешь, домработницу запустила, пошла к папе, а ребеночек там сидит себе. А то что ты транслируешь, понимаешь? А мать взяла тряпку и пошла мыть полы. Нет, я не транслирую это так, просто я говорю то, что происходит в массах, к сожалению. Давай будем другое, говорить, что на самом деле все по-другому. Консьерж-сервис, это доставка, это какие-то дополнительные сервисы, это банкетное меню, у нас будет отдельное банкетное меню, у нас очень классный шеф-повар, который забирает в управление полностью всю кухню, и он будет, например, у нас можно будет заказать на дом новогодний стол. Плюс у нас рядом находится прекрасный парк, и мы будем предоставлять корзинки пикниковые, то есть у нас будет пикник-корзина, ты приезжаешь гулять, зашел, взял пикник-корзину с бутылочкой вина и пошел себе в парк обедать. Поэтому вот почему 7 историй, потому что у нас есть 7 историй, которые мы будем развивать. Каждая из них по нашему пока плану должна работать равномерно, единственное, что там выпечка и десерт, естественно, они будут занимать меньше товара. Больше всего что это? Алкоголь? Алкоголь. 25 процентов, да? Алкоголь, потому что у нас, мы поставили очень бюджетный алкоголь, очень. Это наша будет такая фишечка, потому что люди, которые выбирают между тем, где посидеть вечером дома или в кафе, то они всегда ориентируются на цены по алкоголю. То есть если вино стоит 800 гривен, то у них, да нет, ну типа там дорого. И не важно, что мясо стоит 30, да? Ну что, мясо на сухую есть? Ну как-то не вариант. Вот. И когда даешь дешевый алкоголь в спальных массивах, не зарабатывая на нем, да? Там футкост будет минимальная наценка, то на еде мы будем зарабатывать. И людям проще купить алкоголь в кафе, в себестоимость условно, но не готовить на кухне еду. И мы таким образом дадим возможность нашей аудитории не готовить дома, потому что у нас есть, пожалуйста, там вино в магазине 300 гривен, у нас там 420, что идти домой, бокалы мыть, тебе тут налили, обслужили, тарелки принесли, все за тобой помыли, убрали, ты сидишь, получаешь удовольствие. Ну это примерно ассортимент, который, как мы видим, подача, то есть оно будет все современное, и мы как бы замешаем все это интересной разной посудой, чтобы люди чувствовали, знаете, чтобы у нас идеальная фотография в Инстаграм, это когда на столе компания заказывает разную еду, и сверху, когда фотографируешь, чтобы все эти тарелки просто вот между собой создавали яркую красочную картину. Ты, кстати, один сейчас из особенных трендов вообще по созданию любых интерьеров, магазинов, вот эта инстаграмность, фотогеничность, то есть мы к этому пришли, чтобы каждый любой угол, где человек сел, он хотел выложить сеть, потому что это наш маркетинг, это руля. А еще там в помещении великолепный свет, это просто невозможно, там такой свет, там просто хочется все время фотографироваться, там настолько правильно спадает свет, и у нас дизайнер, она, я ее и нашла, потому что когда-то я на какой-то проект искала человека, который может проконсультировать меня по правильному освещению, и мне ее рекомендовали как одного из лучших специалистов по освещению, и мы как бы на этом делаем упор, у нас даже в референсах от нее пока не готовы еще визуалки, но у нас даже задача, чтобы вот, например, стоит стул, и выбрать модель стула такую правильную, чтобы когда падает свет, она давала правильную тень, поняли? То есть мы, короче, заморачиваемся вот этой атмосферой, то есть когда к нам зайдете в помещение, оно будет все играть. Высший пилотаж извращения пошел уже, круто, ну то есть, это инстамир, это то, что заставит людей хотеть все снимать, а это реклама, которая очень быстро расползется по жилому комплексу, моментально расползется, вот, детские фотосессии, фотосессии там просто, ну то есть это хорошо работает, если это возможно, потому что очень часто помещения бывают, там просто невозможно этого сделать, искусственным светом этого нельзя добиться, а там хорошие правильные направления. А еще я всегда поражаюсь этой вещью, ну я не считаю, что это супер секрет, но почему, например, там где есть зеркала, как минимум, туалетные комнаты часто бывают при входе, почему, во-первых, там не сделать какие-то минимальные логотипчики, и во-вторых, не сделать там нормальный свет, чтобы каждая девушка, жена или очень любит, особенно хотя бы в туалете спрятаться и себя сфотографировать. Я хочу сказать больше, что у нас практически никто не делает вообще зеркала в интерьере, ну то есть большинство кафе, вот поищите где-то зеркало, и дизайнер... Ну редкость, но я вообще этому поражаюсь, потому что я заметила такую банальную вещь, когда начала смотреть, а где в зеркалах чаще всего фотографируются, я увидела в Киеве это джибары, которые, мало того, что с лампочками, везде логотип их прилеплен, ну то есть он в любом случае оказывается в кадре, узнаваемость уже идет сама по себе, но вот эта простая вещь, сделать такое освещение, чтобы девушке и в туалете хотелось себя сфотографировать, и она была еще краше, потому что я некоторые заведения узнавала исключительно по туалетам, то есть я видела, что там фотографируются больше всего, и поэтому там как это сейчас замеряет соцсети, да, считает, сколько мы времени проводим в них, вот я думаю, в туалетах тоже будут скоро считать, сколько, поэтому это такие вещи, важно очень в бизнесе это использовать, это же самый простой тоже маркетинговый ход, когда есть классное освещение, классное зеркало, и написано, где это зеркало, мы больные люди уже, очень такой пункт, о котором мало кто думает, но Юлиана, кстати, с ребятами, с Оксаной, с Андреем думают, это маркетинг, это маркетинг, причем, заметьте, они сейчас занимаются маркетингом, еще нет ресторана, еще все только в процессе, но уже есть большое количество людей, которые за ними следят, и интересно, что же будет дальше, и из интереса придет большое количество людей, сделав вот этот тот самый первый шаг и посмотрев, что же получится. На маркетинг очень многие не оставляют вообще бюджета. Ну, вообще, когда большинство, большинство делают какую ошибку, когда они приходят в какой-то новый бизнес, о котором они ничего не знают, они видят, как это делают другие люди, то есть видят какой-то продукт, и им кажется, что, ну, в принципе, повторить этот продукт несложно, правда? Да. Вот, ну, например, они где-то пришли, По стране вообще кажется, что лучше сделаем. Мы пришли и приходим в какой-то ресторан, едим вкусную пиццу, думаем, ну, проблем-то нет, то есть мы находим хорошего повара, делаем классную пиццу, и у нас будет такая же толпа людей, как и в этом ресторане. Вот, но на самом деле мы не видим, откуда эти люди берутся, мы видим этих людей, мы видим, что ресторан заполнен, все едят эту пиццу, но мы не понимаем совершенно, откуда эти люди берутся. Если мы этого не понимаем, то затем открывая ресторан, даже вкусной пиццы там или еще что-то, то он может быть просто тупо пустым. Вот и все. И мы часто с этим сталкиваемся, и несмотря на то, что все время существуют такие гипотезы, и даже Сергей хочет в нее верить, что сам продукт по себе определяет, продукт очень крутой, и все на него идут, но поверьте, это не так. То есть сегодня, несмотря на то, что огромная конкуренция и огромное количество плохих продуктов, все равно с хорошим продуктом, без хорошего маркетинга, вырулить, ну, это могут пройти десятилетия. Вопрос, есть ли у вас столько денег, чтобы переждать такое количество времени, когда ваш продукт сам себя прославит. Я думаю, сегодня уже не то время, когда продукт может сам себя продвинуть. Даже смотри, социальные сети, да? Ну, даже YouTube. Какой бы у тебя ни был классный контент, если ты его не продвигаешь, то он не продвинется сегодня уже. То есть еще пару лет назад он еще мог сам продвигаться, за счет того, что он хороший. Сегодня априори у тебя должен быть классный контент. Я думаю, что даже люди, которые нас смотрят и которые ведут Instagram-аккаунты, как или блогеры, или активно пишут, вы заметили, что в лучшем случае это у вас остается одинаковое количество подписок и отписок. И клиентская база в лучшем случае не уменьшается. В лучшем случае не уменьшается, потому что очень много вот этого мусорного движения, то, о чем мы говорили, что, например, если раньше мы настраивали контекстную рекламу и получали целевые клики, то сейчас мы получаем огромное количество людей, которые интересуются, изучают рынок, тоже настраивают рекламу. То же самое происходит и здесь. На вас подписываются огромное количество магазинов, каких-то людей, масс-фолловинга, масс-лайкинга, в надежде на то, что вы тоже на них подпишетесь, потом они от вас подписываются. И вот ты видишь постоянное вот это гуляние. И если ты не вкладываешь деньги, не делаешь маркетинг, не делаешь коллаборации с блогерами, не делаешь какие-то сверхусилия, то, несмотря на то, что ты делаешь очень классный контент, ты в лучшем случае остаешься вот на вот этом уровне. Поэтому маркетинг это наше все. И как раз тот момент, то, что мы сейчас показываем и взращиваем, рассказываем вам, да, это же бизнес-канал, мы взращиваем интерес к ресторану, к продукту, к тому, что будет происходить. К его владельцам. К его владельцам. Это уже очень важная вещь. И на тот момент, например, когда ресторан будет открываться, уже даже в том же гугле, в поисковиках уже будет достаточное количество информации об этом ресторане, когда люди смогут смотреть, как он открывался, что было. Потому что я очень часто, например, гуглю какой-то ресторан вкусный, даже классный, и я вижу, что о нем нету практически никакой информации в сети. То есть абсолютно на сегодняшний день мы все приходим к тому, что в сеть нужно идти. Мы с Сергеем общаемся с большим количеством предпринимателей, которые сейчас к нам приходят как раз с просьбой помочь прорекламировать себя. Потому что люди говорят, мы делаем классный продукт, мы работали много лет на рынке, и мы никогда не занимались никаким продвижением. У нас все продавалось органически. Но сегодня это перестает работать, потому что становится много конкурентов, которые вкладывают деньги в свое продвижение, в свои социальные сети. И да, мы очень классные, но мы понимаем, что нам необходимо быть на рынке, что мы уже не можем себе позволить быть очень закрытыми. Мы это слышим постоянно, поэтому не совершайте этой ошибки и думайте все время о маркетинге. Видеомаркетинг, маркетинг на Ютубе, например, не зря сегодня является одним из самых популярных видов продвижений. И мы с Сережей очень хотим поработать в следующем году над тем, чтобы реклама на нашем канале стоила очень дорого, потому что я считаю, что мы очень классно делаем свое дело, очень много ковыряемся, работаем над продуктом, над тем, чтобы показать его с наилучшей стороны, над тем, чтобы не просто наделить его о, какое что-то классное, а именно найти его суть. И поэтому блогеры, например, большие, сегодня реклама на больших Ютуб-каналах стоит миллион, два миллиона рублей, если мы говорим о России. И это не зря, потому что это работает. Поэтому в эту сторону необходимо обязательно двигаться. я думаю, что как раз Юлиана, несмотря на то, что она пришла к нам с проектом вообще пошить одежду, да, она каким-то образом была послана Андрею, Оксане, чтобы они вывели этот ресторан все-таки на Ютуб, и я думаю, что это даст им большой очень отклик. У нас уже есть меню, мы пока его еще не прорабатывали, тут у нас есть от шеф-повара, предложение, оно достаточно большое. Пару слов все-таки о шеф-поваре. Как вы его нашли сейчас, кто это, что это, как это будет? Шеф-повар, ну, мы как бы особо не ищем, потому что я всех знаю, я просто там, знаете, как это, я называю себя, я этот, сваха. Хорошо, но как ты подобрала, давай вот так вот. Я общаясь с Юлианой и понимая, какой у нее гость, с Оксаной, с Андреем, мне просто нужно было найти человека, который по психотипу похож на этих людей. То есть, потому что я прекрасно понимаю, что и аудитория там тоже похожа на них, ну, потому что это все зеркальное отражение, мы, наша команда. Вы встретились вместе. Ну, я встречалась с двумя, а выбрала одного. Расскажи, давай, ну, я выбрала, не знаю, во-первых, шеф-повар, он приехал на объект, скажем так, к нам в ресторан, будущий, и он уже сразу, тут холодильники, тут надо вход, тут мы как-то, а мы вот тут фуршетик сделаем, ну, то есть, какие-то такие вот от него идеи, и сразу включился, что он уже там, Хозяйский, будто бы он уже тут работает. Да, мне он этим очень понравился, я уже понимала, что да, это будет работа, это о работе, это интересно, точно, там место точно для холодильников, отлично, и прислушивался, и понял гостя, вообще понравился, вот с первой встречи, все, мы его сразу утвердили. А вы что-то и кушали от него? Еще пока не кушали, но мы сомневаемся, как это происходит, не всегда интересно. потому что его реклама говорит сама за себя, в тех местах, где он работал, и плюс те банкеты и фуршеты, которые он делает, масштабные, вместительностью по тысяче и девятьсот человек, я считаю, что кому попало такие банкеты, не доверят однозначно, ведущих брендов и так далее. Он сейчас нам предложил, как бы у нас была с ним уже рабочая первая встреча, мы еще пока с ним как бы не подписали контракт, он еще у нас как бы ну типа не, ну и серий, то есть не, не остаточно принят на работу, то есть он у нас кандидат, который сейчас претендует на эту как бы вакансию. И он нам прописал меню, которое вот Юлиана с ним там отдельно обсудит, потому что есть вещи, которые мои с точки зрения бизнеса, я ему свои в комментарии внесла, а там Юлиана уже по вкусовым каким-то, ну я уже туда не вникаю, потому что она лучше знает своего гостя, чем кормить своего гостя. Готовы. И у нас будет первая дегустация, где Саша нам из каждого предложенного категории меню сделает, ну там я не знаю, дегустацию там пяти блюд, и они уже будут пробовать Сашу на вкус. Ну, Юлиана знает рестораны, в которых работает Саша. Саша, он бренд-шеф, он не шеф-повар, который стоит на процессе, он человек, который забирает управление кухней под себя и полностью закрывает все вопросы, и персонала, и меню, и всего-всего-всего. То есть, условно, как бы они берут себе еще одного партнера. Обалдеть, вот какие крутые, да, вообще опции. Да, это очень удобно. Это, вот знаешь, как при кем был бы бренд-флорист. Вот он пришел к нам и привез нам всех флористов. И мы бы не парились вот этой вот историей постоянно. Ты помнишь это? У нас, ты был бренд-флористом. Это был бесконечный какой-то вообще ужас. Этих меняющихся людей, постоянного всего, непонятки. Слушай, это очень круто, что такое есть. В ресторанном бизнесе та же самая история. Все небольшие проекты, которые не могут себе позволить, или, например, у них маленькие обороты и шеф-повару, бренд-шефу, неинтересны на таких условиях, потому что они работают на процент от оборота. То есть мы с Сашей выделяем там 10, по-моему, или 11 процентов, да, мы его выделили? 11 процентов от оборота мы ему отдаем, а он уже хочет, сам стоит на кухне с утра до вечера готовит, хочет, привел с собой 15 студентов, и они там готовят. То есть неважно, он эти деньги распределяет самостоятельно. То есть даже зарплата и этих остальных не паритет. ничем вообще. У нас есть 10 процентов ему на кухню, но он должен сделать так, чтобы эта еда была вкусная. Вот. И это очень удобно, потому что если брать шеф-повара в штат на зарплату, то это надо придумывать программы мотивации. А этот, например, его так не мотивирует, что ему деньги нужны, а завтра он уже хочет вдохновения, а послезавтра он хочет чего-то нового. И это очень сложно. На контракт, у нас люди очень тяжело соглашаются на контракт, ну вот это когда, типа, ты работаешь, у нас 2 года, и обязательно никуда не уходишь, если в штат. Это сложно, потому что люди договорами не дорожат, они прекрасно понимают, никто в суд не пойдет, и ну типа, так, короче. Содержать качественного специалиста в штате на зарплате, это очень дорого. Ну это, во-первых. Во-вторых, взгляд со стороны, вот когда ты не варишься, да, в этом, он гораздо круче. И у Саши таких ресторанов сейчас 3 ресторана он управляет, и большая кейтеринговая компания, которая, ну, одна из самых крупных кейтеринговых компаний в Киеве, вот, и он является, как бы, бренд-шефом этих задач. А еще вот я вспомнил, у вас была идея, что, Юлия, она у вас была тогда, что вы потом масштабировать, возможно, будете эту модель. Будем, да, безусловно. То есть вы закладываете, да? Но дело в том, что тут уже вопросы. Эту же модель, либо что-то другое, у нас еще пока окончательно нет решения. Ну да, то есть может быть следующий ресторан, это будет другой концерт. Да, помещения разные, по формату разные, площадь разная. Разные места, разная аудитория. Разная аудитория. И поэтому мы думаем. Ну да, резонно. Наверное, скорее всего, немножко что-то другое. Ну, мы уже расставили оборудование, у нас уже есть расстановка оборудования. Пока она как бы условная, для того, чтобы посчитать бюджеты, мы примерно прикинули. Но в любом случае еще будем вносить корректировки, потому что там у нас есть еще зона. В общем. А кто в итоге стал дизайнером? Потому что с этим тоже были какие-то, я так поняла, выборы, нюансы, моменты. Да, мы пробовали изначально, получается, что ребята начали работать с дизайнером, который работал с ними уже по другим объектам. Но он не делал рестораны и решили попробовать уже, так как знают человека, взять его на этот проект. Поправочка. Он делал рестораны, но участвовал в какой-то, ну как бы не самых... Ну да, да. То есть он работал в компании или в команде. Да. Он просто уже на нас работал, поэтому мы его взяли. Ну, очень сложно, в принципе, долго. Может быть и несложно, может быть как-то... Во-первых, мужской взгляд на так называемое женское все-таки, такое больше для мамочек, как вы понимаете. И очень долго все, все процессы долго. А у нас времени нет. Да. И вы поменяли его? Да, вот сейчас мы меняем, подписываем договор с другим дизайнером. Откуда вы взяли второго дизайнера? Тоже по рекомендациям, но это уже... Ну, мы сейчас, знаете, как это, взяли того, кто взял нас. Одного из лучших рестораторных дизайнеров именно. Да. Девочка проработала больше семи лет в одном из самых крупнейших агентств дизайнерских, у одного из очень известного дизайнера-архитектора, который делал очень много ресторанных проектов. Вот. И сейчас она как бы ушла в свободное плавание, ну, добившись... Так вы к проекту еще не приступили, получается? К дизайну нет. Как сказать? К дизайну нет, а уже какие-то процессы идут. У нас планировочные решения есть. Нет еще. Нет, тоже. Юлиана, давай тогда несколько рекомендаций, это же тоже очень интересный опыт, да, вот, несколько рекомендаций людям, когда они начинают что-то делать и, как обычно, думают, ну, этот у меня есть, этот мне дома тут делал что-то, этого я возьму. Все-таки, вот уже исходя из собственного опыта, это потому что я так понимаю, что дизайнер брался таким... Ну, получается, конечно. Вот, чего лучше не делать и к чему стоит прислушаться? Дизайнера нужно искать под себя, то есть, если начинается тянуть время дизайнер, это уже не твой дизайнер, однозначно, потому что время для открытия ресторана, а у большинства людей в аренде помещение, это очень важно. И дизайнер должен все-таки иметь опыт в этом деле, хотя бы, не знаю, слышать хотя бы просто и понимать. И смотря под какую целевую аудиторию. Кое-где нужно все-таки женщин выбирать, я вот так прям по полу, я не знаю, мне так получилось. А кое-где, если это брутальный бар, какой-то там супер-пупер навороченный, лофтовский, то там все-таки мужчина больше вот с опытом. То есть, руководствоваться по типу того, что у меня есть эти знакомые? Нет, это абсолютно. Это однозначно поменяется. Дизайнер поменяется потом. Конечно. У нас получается сейчас из-за этого и смещаются сроки. То есть, мы грубо говоря... Да. В принципе, мы успеваем. Ну, к открытию сдаем, но у нас сместился срок первого этапа. А когда у нас открытие? 8 марта. 8 марта. Ну, то есть, это все равно достаточно быстро. Ну, скажем так, у нас у дизайнера-архитектора стоит четкая задача максимально сохранить все конструкции, которые есть. То есть, чтобы не было каких-то тяжелых работ, чтобы там не надо было копать, там раскатывать что-то. Ну, да. Там это просто не нужно, как бы, усложнять все. Вы уже с 3-8 марта не начали еще делать проекты? Мы уже начали потихоньку. Какие-то ремонтные работы там уже ведутся. То есть, там заливка полная. Основное. Электричество заводят уже. То есть, у нас мы знаем, сколько нам нужно киловатт. Мы уже посчитали, исходя из оборудования. Следующий пункт, который я для себя выделила, я подготовилась, это то, что когда вы делаете... Тут у меня прям можно в один пункт свести. Я сейчас говорю вам как предприниматель, и я хочу, чтобы вы это услышали. Когда вы идете, неважно, к каким суперпрофессионалам вы не шли, но когда у вас есть большой бюджет, будьте готовы к тому, что вас будут обманывать. Будьте готовы к тому, что кто-то будет раздевать на это лапу. И, конечно, если у вас очень много денег, вы можете закрыть на это глаза и спокойно это пережить. Но если вы находитесь в рынке и вы берете эти деньги, которые вы зарабатываете, моя рекомендация первая, это очень хорошо понимать и разбираться в тех цифрах, которые вам дают. Буквально вчера мы с Сергеем были в магазине, и я покупала детские купальники, и там скидка минус скидка минус скидка, и в итоге что-то считают, и как-то дорого получается так. И мы что-то стоим, я говорю, подождите, а давайте в цифрах разберемся. Оказалось, что у нас так на 30% на ровном месте, ой, неправильно программа посчитала. Так вот, когда вы покупаете что-то дорогое, будь это мебель, стройка и прочие вещи, хотите вы того или нет, вас где-то будет кто-то пытаться развести. Никто никого не может контролировать до конца, кроме вас, потому что это ваши деньги. Поэтому считайте всегда цифры. Помните такую простую вещь, что чем больше у вас бюджет, тем больше вы будете платить. Всегда. Потому что жажда денег и вот эта вот жажда наживы, ну, я хочу сказать эту правду. У людей чешется всегда рука. Я очень много работала... Да, нас окружают все честно, кристалли. Я очень много работала в ивентах, и когда я слышала у некоторых, когда я задавала вопросы, сколько вы стоите, они говорят, а покажи клиента вначале, вот, почему вы не пишете цену на сайт? Потому что нам нужно видеть, как человек одет, обутый, как он разговаривает, и будет зависеть от этого цена. К сожалению, ребят, это сплошь и рядом происходит. Я не хочу ни на кого наговаривать. Я хочу сказать, что я человек, который сам платит, и для меня это боль всегда. Поэтому я хочу сказать вам из своего опыта, всегда, а, торгуйтесь, б, считайте, очень хорошо, и, с, все проверяйте, и никому не доверяйте. Просто поймите, что если вы хотите не переплатить, то необходимо это делать. Если вы готовы закрыть на это глаза и понять, что минус 20%, 30% у вас куда-то улетит, тогда доверяйте всем. Это вот просто мой личный опыт, с которым я столкнулась. И даже вот, когда мы говорили, мы работаем с проверенными людьми, проверенный человек не может отвечать за всех тех людей, бесконечное количество, с которыми он работает, в том числе. И, конечно, позиция того, что ничего пусть возьмут там все, но сделают хорошо, она хороша, наверное, но не для меня. Поэтому моя рекомендация, как предпринимателя, везде считайте свои деньги и понимайте, что никто не будет вам особо экономить денег, кроме вас самих. Ты со мной согласен или нет? Абсолютно. Вот. Когда деньги приходят легко, мы гораздо легче расстаемся с этим. Ну, вообще, тратить деньги хорошо, особенно не свои. Да. Тратиться очень легко. Это правда. Поэтому считайте свои деньги. Дальше. Помните о том, что считать-считать, но не экономьте на главных вещах. Очень часто мы допускаем, входим в какое-то скряжество, когда мы начинаем буквально экономить на всем. Ну, в чем это может проявляться в бизнесе? Ну, например, в первую очередь всегда экономят на маркетинге. Ну, на маркетинге. Например, когда есть кто-то знакомый, тоже вот ситуация, с которой столкнулись ребята, и он говорит, ребят, да я вам нормально сделаю, не переплачивайте, я дешевле сделаю. Рука всегда чешется, заплатить дешевле. Но тут очень важно разобраться, насколько компетентен человек в том, что он делает, да, насколько он может отвечать за этот результат. Потому что, как говорится, скупой платит дважды. И это как раз вот момент тоже очень тонкий. Потому что нанимая человека, который как бы понимает толк, ну, не до конца, ну, по идее должен сделать, вы можете очень много потерять. Если говорить о дизайне, то некачественный дизайн, это, ну, это провал. Неправильная планировка, непонимание, как движутся люди в ресторане, непонимание, где какие зоны должны находиться. То есть вообще законов этого жанра, законов бизнеса, конечно, архитектор не может сделать правильный проект. И вот с чем мы столкнулись здесь, да, что изначально взяли недорогого дизайнера, который... Зато знакомый. Знакомый, да, но недорогой, очень дешево взялся делать. Два месяца потеряли, до сих пор проекта нет. Вот, и это следующий момент. Вопрос скорости тоже очень часто решает. Иногда за скорость нужно заплатить. Ведь вопрос, вот очень четко, слушайте, о чем я говорю, важно понимать, за что ты платишь. Ты можешь заплатить иногда дороже рыночной цены, но ты должен понимать, почему ты за это заплатил. Если это, например, вопрос скорости, когда все говорят полгода, а я говорю три месяца и отвечаю за свои слова, то я бы за три месяца заплатила. То есть тут вопрос, вот понимание того, за что вы платите, очень четко. Так вот момент скорости, он очень часто важен. Потому что если вы, например, просчитаете простой, который вы стоите и в это время не продаете и не создаете, и те 20%, на которые дороже вы платите, то вы поймете, что да, лучше я заплачу больше, но я возьму более компетентного, классного, быстрого, и это сэкономит мне огромное количество времени. В общем, подытожим. Экономить нельзя, но нужно торговаться и проверять. Да. Понимать, за что ты платишь. Брать самое лучшее, самых лучших людей, самые лучшие оборудования. Но всех проверять и торговаться обязательно. Вообще приучите себя, сдаю свое правило, я надеюсь, оно никогда против меня не сыграет. Никогда с первого раза ни на что не соглашайтесь. Всегда говорите нет. Вот просто приучите. Дорого. Нет. Нет. И вы увидите, что всегда вам будет следующее предложение отдаваться дешевле, кроме того, когда вы говорите об этом мне. Есть люди… Я всегда говорю, идите в баню, будете платить дороже и повышаю ценник. Так что… Есть люди, профессиональные закупщики, да, работают в больших компаниях, у них даже в инструкциях написано в правилах никогда не соглашаться на первое предложение. Даже на второе тоже и на третье, скорее всего. Это люди, профессиональные закупщики, учитесь у них. Ну, это, кстати, как раз работа в B2B-сегменте. Да. Очень долго вот человек отрабатывает свои деньги для того, чтобы отжать вас по максимуму. Ну, я в данном случае против настолько сильных вещей, но все-таки помните о том, что это, если это ваши деньги, то как бы боритесь и сражайтесь за эти деньги. И, наконец, такой, наверное, главный момент, это то, что если вы в чем-то не уверены, а речь идет о больших суммах, то лучше нажать на паузу и хорошенько подумать, потому что чем больше инвестиций вы делаете, тем большими рисками вы обременены. И если вы, например, понимаете, не до конца уверены, что тот человек в команде, которого вы берете, он вам подходит на определенную должность или даже банально команда строителей, вы не до конца в этом уверены, лучше подождите, подумайте, переспите или найдите еще какую-то здоровую альтернативу. Всегда доверяйте своей интуиции. Это очень важный момент. Потому что иногда даже люди, которые находятся рядом с нами, они начинают нас поджимать, да давай, да быстрее, да принимай решения. Опять-таки, тут, знаете, всегда важно понимать, что предприниматель это как родитель своего бизнеса, что что бы ни говорили окружающие, делать прививки, не делать прививки, везти в школу, не везти в школу, делать не делать. Ответственность всегда лежит на родителе. Точно так же и в бизнесе. Команда может рассказывать вам все, что угодно, но рискует именно тот человек, прежде всего, который платит деньги. Потому что завтра, когда что-то у вас не получится, все разведут руками и скажут, ну, да, блин, мы думали по-другому. В общем, несмотря на то, каких бы самых лучших людей вы не наняли, ответственность за результат все равно будет на вас, потому что это ваши деньги. И это вы должны просто принять и понимать, что если вы не готовы к этой ответственности, никакой вы нафиг не предприниматель. Возьмите деньги, поедьте куда-нибудь, расслабьтесь. Девочки, мальчики, ну что дела? У меня есть такой вопрос. Чем бы сейчас могли помочь наши зрители и мы на данном этапе? Потому что у нас есть хороший момент того, что, я, кстати, писала какое-то количество людей, что мы там готовы заниматься поставкой воды, мы готовы там заниматься кофе. А давайте, у нас есть маркетинговый ресурс, мы можем его использовать, и многим людям есть прямой интерес для того, чтобы они могли зайти в проект, сделать хорошо, каким-то образом вам более выгодные, да, какие-то дать хорошие условия и в то же время получить для себя также маркетинг, проявив себя. Кто бы, что бы это могло быть? Есть ли у вас идеи? У нас, например, ну у меня на всех проектах есть сложность с посудой, потому что качественные подрядчики по посуде, которые мне нравятся, которые делают очень круто. Они это все делают очень долго. И, например, там Квитформ, который я люблю, у них тарелки заказать на ресторан за 2-3 месяца. И я понимаю, что они не успеют, потому что нам нужно, помимо того, что заказать, понимать, что заказывать, это надо отработать все меню, то есть это очень долго. И я уже знаю, что мы столкнемся, когда Юлиане придется выбирать тарелочки, вот эти все, и у нас вся посуда разная, она должна быть красивой, это займет много времени. Вот, у нас с этим будет сложность. То есть хорика такая. Слушай, а посуда, это как вы выбираете по каталогам какую-то посуду готовую, или она разрабатывается? Всегда по-разному. То есть она может и под заказ делаться, и она может быть готовая, что там, ну, то есть... А делается за границей, да? Не обязательно. Я сразу вспомнила Машу, знаешь, нашу первую встречу с Машей. Окей, то есть если у нас кто-то занимается посудой, да, нас смотрят люди, которые имеют к этому отношение, вы можете нам написать, вот, связаться с Викторией, с Юлианой, и, возможно, у нас получится в этом отношении хорошее сотрудничество. Только помните, что нам нужны классные ребята, которые отвечают за качество, сроки и прочие вещи. Вот. А все остальные, это... Есть лидеры рынка, и я предпочитаю работать с лидерами рынка. Я не ищу маркетинг, я не ищу, чтобы мне кто-то что-то бесплатно дал. Я просто знаю, кто лучший, и, ну, обычно рекомендую только лучших на проекты. Я знаю три кофейные точки, ну, кто продает кофе. Премиум сегмент, средний сегмент и бюджетный сегмент. Я знаю, кто из них лучше на рынке, и кофе, который можно пить. И, ну, как бы, это в этом и есть моя работа. Это мои 14 лет опыта работы в этом бизнесе, чтобы за эти 14 лет найти тех, которые не подводят. Уже лучшие на рынке мне известны. Кто мне еще неизвестен, то, значит, пусть пишет нам. Пусть пока развивается. Ильяна, у тебя какие-то, может быть, есть какое-то видение, что-то, что бы ты хотела? Я бы еще бы, ну, для себя, наверное, не знаю, так как подойдет ли дизайнеру по мебели. А, да. Это надо узнать. А по мебели что конкретно тебе? Стулья. Вот мы оценили ваши. У нас есть, да. У нас есть калаш пока первый. Ну, а, кстати, а что вам мешает? Ромб, мы можем пригласить Романа, кстати, навстречу, вообще без проблем. И потому что Рома производит мебель для ресторанов. Я сама лично видела эту мебель. И они делают индивидуально, он может сделать это под вас, разработать, классно. То, что они качественные, вообще как бы нету никаких вопросов. То есть они очень, Рома очень этим замороченный. Он именно дизайнер мебели. То есть это человек, который очень хорошо понимает во всем этом. Почему нет? Почему нет? Давайте сделаем встречу с Романом. Вы встретитесь, пообщаетесь, посмотрите. Никто же не заставляет. нужно будет делать после того, когда уже дизайнер нам выдаст визуальный концепт. И уже с дизайнером, скорее всего, ему надо будет встречаться. Да, в любом случае, тем более дизайнер дизайнера тоже всегда поймет. Ну, поскольку человек как бы соображает в мебели и в дизайне, это очень классно. В любом случае, это местный производитель, но это очень качественный производитель, за качество которого мы можем вручаться с гарантиями, со всеми делами. Это круто. Я хочу, чтобы вы получили от нас также пользу. У меня, например, очень большие планы на подогрев, перед открытием, на самооткрытие, на то, чтобы мы, имея те возможности, которые мы имеем, сделали так, чтобы как можно большее количество людей захотело приехать к вам, попробовать, увидеть все то, что вы видите в процессе. Вы смогли приехать, оценить, и чтобы люди, приезжая с других городов, в первую очередь, ставили ваш ресторан себе в галочку. Это же круто. Я считаю, что это как бы цели хорошие. Поэтому... Открытие должно быть неделю, потому что мы где-то не справимся. Да, да, да. У нас, кстати, есть очень хорошая команда уже людей, которая будет, если вы примете такое решение с Оксаной, будет заниматься вашим открытием, сделает это классно, круто, ярко, для того, чтобы... Опять-таки, такие события должны быть запоминающимися. Ну, я так считаю. Ты как? Я полностью согласна, конечно, за открытие я переживаю, но дело в том, что у нас... До открытия еще... Нет, ну... Тут у тебя есть Вика, тут тебе нечего переживать, тут уже Вика будет какие-то вещи брать. Нет, до 8 марта чуть больше двух месяцев. Вот, но я предлагаю... Такое дело, как эти пролетят и все... Быстро очень. Я предлагаю тебе, что в момент, когда вы все-таки получите уже предложение, чтобы, по крайней мере, вы сделали встречу... С удовольствием. С людьми и посмотрели и все... Потому что на таких объектах всегда, во-первых, имеет значение абсолютно все. И отношения людей, которые делают это, которые сильно хотят и которым похер, потому что у них уже 154 заказа есть и, в принципе, знаешь, уже, типа, нормалек. Вот. Второй момент. Всегда имеют отношение деньги, потому что это большие заказы и все равно заплатить на 5000 долларов больше или меньше, я думаю, тоже имеет значение. Правда? Вот. Поэтому я за сражения здоровые, а не за то, чтобы просто молча платить людям деньги. Я злой клиент, я всегда об этом говорю. Самые мерзкие, противные. Ну, на самом деле, я тоже тихоря всегда все мониторю. Елена, что... Расскажи мне, что в твоей жизни сейчас вот изменилось? Потому что мы увидели тебя там пару месяцев назад, ты пришла, хочу быть дизайнером, шить платьички. Два с половиной месяца назад мы тебя увидели, я пришла на кастинг. Что сейчас? Мне интересно вот о твоей жизни. Сейчас, конечно, меня изменилось много. Во-первых, появились цели. Ресторан этим я сейчас живу. И это очень интересно. И куча работы, и ты в движении, ты понимаешь, какое грандиозное дело ты делаешь. И скорее бы он открылся, и все попробовать, и все там, как он заработает, сколько мы заработаем. То есть это все вопросы меня интересуют. Но по поводу дизайна, я как бы не отставила это какой-то там долгий ящик. Я себе сделала группу, у меня девчонки есть, мои клиенты. И вот сейчас у меня куча там на Новый год. Пока я имею возможность этим заниматься, потому что дальше я не буду иметь. Я не знаю, как сложится дальше. То есть у тебя есть заказы? Конечно, да. Ну и пока свои, тем не менее, какие-то, конечно, есть. То есть что-то делать? Ну, мне очень нравятся вот изменения энергетические, которые я чувствую. Во-первых, я думаю, что, конечно, очень сильно влияет общение и с Викой, и с Оксаной на темы другие. То есть уже ты начинаешь очень четко понимать. Тут сразу бизнес, тут уже все, бизнес поехал. Уже, наверное, даже ощущение, что ты уже открывала пару ресторанов. Я думаю, что с Викой, когда находишься рядышком, уже кажется, будто бы это ты. Как же я на тренинг, мы уже говорим, да мы уже тут все, в принципе, знаем, какие у всех. Вы были у Вики на тренинге? Да, были у Вики на тренинге. Да, я настояла, чтобы обязательно были. Вот, в общем, вы вовсю готовитесь? Готовимся. Конечно. У Юляны сейчас работы на самом деле очень много. Да, это точно. Ну, она интересная, она такая вот по душе. Маркетинг, рестораны. Вчера мы там три часа как бы обсуждали. Это вообще, я там прям думаю, ну все, я бы тут жила в этой теме. Ну, не знаю, очень идет хорошо, потому что мечты все-таки должны как-то реализовываться. Но с правильными людьми и корректироваться они должны однозначно. Ну, это очень важно, потому что мы тоже сейчас замечаем среди своих участников, вот, где люди выполняют то, что ты говоришь, и где люди с тобой не согласны, не согласны. И совершенно непонятно. Вот мне очень нравится, я очень переживала за то, что когда вы начнете работать, ведь по-разному может быть, у вас трое с обратной стороны. Все характерные, понятно. Вот, да, Вика здесь одна, и как бы у каждого свое видение и свои взгляды, это, ну, сложно, и тема такая как бы достаточно непростая. И я очень рада, что вы оказываетесь прилежными. Да, мы прислушаемся и доверяем. Ну, это важно, потому что человек все-таки, первое, что мы поняли у Вики, человек понимает, как заработать деньги, и это важно в ресторанном бизнесе. Это важно в любом бизнесе. Ну, да. А если человек понимает, как, интересно узнать, как, а как это сделать так, чтобы всем было хорошо, и гостям, и нам? Вот я хочу тоже об этом сказать, то есть это очень важный фактор, ведь Вика, неважно, Маша, Катя или мы, очень часто люди говорят о том, как здорово открыть ресторан, как замечательно, мы тут поставим стульчик, мы тут поставим это, или как здорово сделать какой-то продукт. Ну, продукт, если он не продается, то какой смысл этот продукт вообще создавать? Это не называйте эти вещи бизнесом. Ну, открыть кафе или открыть целую красоту можно и каждый дурак. Не нужно никем быть, чтобы это открыть. А вот открыть, чтобы это было прибыльно, и чтобы это работало, вот это две огромные разницы, вот и всё. Поэтому вот когда, ну, мы в последнее время почему-то часто достаточно, да, сталкиваемся с людьми, которые либо не понимают ценности таких людей, да, либо же считают, что автоматически что-то открывая, приходят деньги. Мы таких автоматических ресторанов и кафе видим бесконечное количество, в которых ничего, никто никуда не приходит. Хотя они классненькие, симпатичненькие, замечательненькие, и там всё вроде бы круто, на первый взгляд работает, кроме одного, денег нету. Поэтому не путайте эти вещи, и если вы уже что-то решили делать, нанимайте людей, то слушайте их. Иначе это тупизняк. А как ты думаешь, ну вот можно открыть ресторан, но ты теперь, когда уже сама думала, вот у тебя первоначально, что вы сами это сделаете, и потом, когда вы пообщались с Викой, уже поработали вместе, как ты думаешь, может ли человек, который никогда не занимался рестораном-бизнесом? Нет. Нет. А почему нет? Либо он нанимает таких специалистов, и он это всё проходит от А до Я, и тогда он может. Либо, если он, я всегда делаю анализ своих ошибок. Я прекрасно понимаю, что начиная с дизайном, вот буквально, интерьер ресторана, я шла не туда, и всё. Это первая ступень, и уже она ошибочная. То есть изначально план был неправильным? Да. Уже изначально? Да. Изначально. Хотя казалось в тот момент, ты изменишь, что это очень правильно, логично продать. Конечно, это всё красиво, это всё модно, это всё супер, да люди будут ходить 100%, но есть всё-таки формат продаж, это бы не сработало. Послушай Вику, уже по-другому мыслишь. Я уже, я понимаю, что мне нравится там много заведений, да, каких-то, и у них свой, вот буквально, интерьер, там какая-то кухня своя, но я понимаю, что нам это неприменимо, у нас это не выйдет, просто не сработает. Это Викина заслуга, это Вика прокачала нас, это мы, это как-то вот мышление уже меняется абсолютно. Уже понимаю, что ну ничего, я очень рада, что вы встретились. Хорошо, так, тогда какой, Вика, огласи нам, пожалуйста, что у нас происходит дальше? На каком этапе? Сейчас мы собираем полностью бюджеты, то есть у нас как бы сейчас задача в ближайшую там неделю-две максимум, до нового года у нас стоит план, потому что мы должны были это сделать до начала декабря, ну так как у нас все сместилось, мы должны до нового года собрать полностью все бюджеты без стройки, потому что стройку, естественно, мы пока не соберем, пока не получим визуализацию и спецификацию всей мебели и всего. Мы не сможем понять, потому что мы только потом сможем отдавать на компреды. Вот сейчас нам нужна там автоматизация, всякие, ну то есть, не знаю, начальные, да, технические моменты. Вот. И мы смотрим, насколько мы вообще влазим в бюджет, потому что пока что у нас там, условно мы озвучили Лесе, бюджет на ремонт, но он такой маленький, что он просто... Ну мы это умышленно сделали, да? Да, он просто сидит такая, считает и никак не может посчитать. Тут надо дешево, я говорю, нам не надо. Я предлагаю сделать ремонт, вот как у нас здесь. Вот так вот кирпич покрыть... Изначально мы хотим, у нас нет кирпича. У них кирпича нет, у них попандос, понимаешь? У нас же бетонные стены. Бетон покрыть грунтовочкой. Вот. Ну в общем, учитывая, что у нас бюджет на самом деле маленький для такой площади, то естественно, что мы сейчас, нам наша задача собрать все предложения, которые есть в технической части, которые неотъемлемые, без которых мы просто не сможем ничего сделать. И у нас останется бюджет, который будет на ремонт, и там уже как бы инвестора будут принимать решение, насколько они готовы его увеличивать, не готовы, потому что объективно пока он... Ну а давайте на всякий случай. Ну мало ли, никто же ничего не отменял. Если кто-то как-то сейчас понимает, что я бы мог проявиться в чем-то, я понятия не имею вообще, о чем идет речь, и мы не видели ни их дизайн, ни проект, но вы в принципе готовы. Давайте вы нам тоже об этом напишите, и мы сможем тоже общаться. Ну мало ли, когда-то я записала... Ну что, нам прям под видео пишите, да? Прямо под видео, да, нам напишите, Юлиану читает, вот. Просто напишите, что я мог этим проявиться, и посмотрим. Под своими видео. А вдруг нет? Ну конечно, не будет ресторан собираться так, как собирался этот офис, хотя очень хорошо собрался, может и ресторанчик соберется. Вот, просто давайте мы тоже попробуем таким образом проявиться. Да, возможно, вы хотите принять участие в тендере, возможно, у нас есть большая скидка, возможно, вы готовы... Ну, в следующий раз мы уже покажем проекты, да, какой-то дизайн-проект, какие-то будут визуализации мебели, всего, да, всего будет. Мы в следующий раз уже, скорее всего, что будем с полностью готовым проектом, который уже будет... Но это у нас уже будет после Нового года, правильно? Не раньше, нам до Нового года только дадут планировки. Ну, у нас сегодня день съемки, 15 декабря, чтобы вы понимали. То есть, грубо говоря, у нас проектная работа сместилась на месяц. Поэтому 8 марта, это интересно. Почему мы пошли отмечать Новый год? Поэтому интересно. А Юлиана сегодня принесла подарок. Конечно, я Николаевна, я просто не могла с пустыми руками. Там Николайчик, да. был классный выпуск, рада была очень увидеть Олю и Сергея, была долгая разлука. Мы презентовали нашу концепцию ресторана. Спасибо всем за комментарий. Пока. Эх, друзья, ну что, Новый год уже приближается и в следующем выпуске вы наконец-то увидите всех наших участников, которые приехали для того, чтобы сняться в новогоднем последнем выпуске, рассказать вам о том, что у них произошло, что у них происходит. Ну и, собственно, отпраздновать с нами вместе и проводить старый, замечательный, прекрасный год, который, в общем-то, нас и познакомил. Ну а прямо сейчас я хочу попросить вас вспомнить о том, что мы говорили, что сейчас собирается команда для того, чтобы заниматься ремонтом. Уже у Юлианы идут какие-то первые перепланировки, что-то происходит. И если вы хотите поучаствовать в тендерах и можете предложить что-то интересное, не забывайте написать об этом в комментариях. Нам, как всегда, интересно знать ваше мнение, что вы думаете, как вам понравился этот выпуск, как по-вашему происходит сейчас работа у Виктории, у Юлианы, как вам опыт, который они получили. В общем, все нам интересно, конечно же, знать. Ну, а вы не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайки нашим выпускам, для того, чтобы нас видело как можно большее количество людей, потому что у нас большие планы на следующий год. А за самые классные комментарии, как всегда, буду дарить замечательные, зажигательные книжечки, хотя, мне кажется, уже должны прочитать их все. Кстати, не забывайте о том, что эти книги есть сейчас как в электронном формате, так и в бумажном, поэтому вы можете сделать такой прекрасный подарок кому-нибудь на Новый год, может быть, даже себе любимому. Ну, а я, собственно, пошла работать, потому что осталось совсем немного времени до того, как я улечу отдыхать, потому что карты тоже отдыхают. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok